Продолжение следует... И это действительно так. Между сериями я решил чуть-чуть подготовиться, не делал прямо все, но тем не менее какую-то работу провел и сегодня я вам об этом буду в том числе рассказывать. Поехали! Давайте сразу поговорим об этом месте, об этой локации, раз уж мы начали отсюда. Значит, было мной добавлено немножечко заводов, совсем чуть-чуть, плюс заводы бытовой техники, потому что у меня увеличилось количество жилых зданий. Да, я их немножко добавил, потому что не хватало работников, ну и облагородил всю эту ситуацию. Значит, из основного для вот этого места. Здесь я изменил движение. Я все-таки соединил железо и соединил медь, но я сделал это одним простым способом. Я не стал в середину всего этого запихивать кучу машин, а они едут теперь только с краю и те и другие. Плюс я еще здесь пошаманил с перекрестками для того, чтобы они не стояли и не тупили, хотя они все равно продолжают это делать, и просто направил их во все стороны. То есть, в принципе, я вот здесь могу тоже вот так вот сделать, и таким образом они не будут останавливаться. Они с каждой полосы будут ехать на каждую полосу, а не перестраиваться, тормозить таким образом движение и так далее. В общем, будут делать здесь что хотят и не париться совершенно, тем более делают они это на скоростной трассе. Таким образом, сюда ресурс поступает равномерно, и вот это все постоянно работает. Нам никто не мешает здесь просто взять и приделать еще массивы, а они нам обязательно понадобятся, потому что зеленые эти схемы, по-моему, там еще где-то нужны. А то, что будет дальше производиться, оно будет занимать очень много времени и так далее. В общем, вот, например, косяк. Вот смотрите, вот это я зря сделал, давайте все-таки отменим. Наверное, я тогда пошаманил и принял решение, что вот эта полоса здесь не нужна. Давайте тогда мы ее лучше уберем, раз это работало нормально и без моих вмешательств, которые я сейчас совершил. Меня устраивал тот вариант, который был. Ну и, соответственно, что далее? Далее вы, наверное, заметили, что здесь тоже производства больше нет. Это действительно так, это производство уехало вот сюда. Здесь мы производим с вами, постоянно забываю, как они называются, микрочипы и компьютеры для жителей. Компьютеров огромное количество, их хватает точно. И мы эти компьютеры вывозим вот по вот этой дороге вместе с микрочипами, которые отправляются вот сюда. И тут как бы все работает очень эффективно. Возможно, я бы все-таки добавил бы еще немножко производства микрочипов, потому что нам не хватает микрочипов вот здесь, и нам микрочипы, скорее всего, понадобятся еще дальше. А либо нам понадобятся вот эти нано-процессоры дальше, скорее всего, процессоры, потому что там роботы нужны будут, а роботы как раз из них делаются. Ну, в общем, суть достаточно проста. Здесь, соответственно, едут зеленые микросхемы, они приезжают вот сюда, по вот этому шоссе, здесь они выезжают и никому не мешают. Потом они здесь рассредотачиваются в разные стороны для того, чтобы попасть в город. Да, я мог бы сделать здесь какие-то дороги, но я оставил дорогу, которая уже была, а вот здесь я убрал перекресток. Почему? Потому что изначально я продумывал тот вариант, что у меня выезд, вот видите, сейчас не очень эффективно здесь работает, тут тоже надо немножко пошаманить, наверное, с перекрестком, потому что только с одной полосы они могут попасть сейчас вперед. Это неправильно, конечно же. И вот это надо исправить, после чего, я думаю, ситуация изменится. Мы вообще вот отсюда снизу не едем вправо, поэтому нам как бы здесь этого не нужно. Здесь можно настроить вот так, например, попробовать, типа смотреть, что из этого получится. А хотя вот это было неправильно с моей стороны, вправо-то мы все-таки едем, мы же здесь вывозим еще бытовую технику, поэтому да, здесь я накосячил. Но я понял, что это неэффективно, когда у меня два цвета грузовичков едут по этой дороге, потому что микросхем нужно много где, а грузовички, а я сделал выезд им прямо вот здесь в город, они тормозили всю эту ситуацию, опять же, из-за вот этих перестроений и так далее и тому подобное. И я решил сделать отдельную дорогу. Так как по этой дороге у меня ехали очень много компьютеров, то здесь образовывалась тоже небольшая пробочка, которая в целом не влияла сильно на что-то, но была достаточно неприятным явлением, и я решил вот этот перекресток разгрузить, сделав, грубо говоря, для бытовой техники тупо один въезд, где они потом рассредотачиваются и друг другу не мешают. Мне немножечко не нравится вот этот перекресток, я думаю, что надо будет вот эту дорогу выводить через верх, вести параллельно вот этой только в другую сторону и приделывать куда-то вот сюда, чтобы они здесь приезжали и ехали в общем потоком, и вот здесь мы вообще никаким образом друг другу не мешали, да, понимаете, о чем я говорю, наверное. Да, здесь будут немножко друг друга тормозить вот эти вот перекрестки, но вот этот очень сильно тормозит, потому что надо туда проехать и вообще полностью перекрывает движение. Можем попробовать это сделать, давайте это осуществим прямо сейчас, потому что это нам надо и нам надо, чтобы здесь нам ничего не мешало. Ну, например, мы поведем вот такую дорогу и мы приведем ее, нет, давайте чуть подальше, а то потом у меня не соединится, мы приведем ее, например, ну, например, можем вот сюда привезти ее, почему бы нет, таким вот образом странным, но машинки справятся, я уверен. Здесь, соответственно, на паузе я дорогу пока что вырубаю, введу ее через верх, да, наверное, прямо вот так, для того, чтобы она точно проложилась, ставлю вот сюда и тупо подвожу вот сюда, да, вот такой вот у нас перекресток здесь получается, я думаю, что теперь тупить никто больше не будет. Давайте проверим, у нас здесь двух полос можно повернуть направо, мне единственное, что не нравится, что вот так, наверное, я бы исправил бы, чтобы вот этот ряд полностью освободить для зеленых, да, а эти спокойно поворачивали. Ну и вот, собственно, видите, таким вот незамысловатым образом мы немножко ситуацию здесь разгрузили, больше здесь не будет никакого затора, да, вот они здесь немножко тупят, конечно, на подъеме, это неприятно, но все же терпимо. Что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что мы не можем позволить себе запускать здесь изучение технологий, потому что это приведет просто к уничтожению нашей инфраструктуры. Во-первых, у меня вот здесь пробка, которая мне кардинально не нравится, я думаю, что нужно принять какое-то сейчас уже решение по поводу этой ситуации, давайте мы переделаем здесь, конечно же, в другую сторону зачем-то дороги, сделаем их односторонними, это не принципиально, и они должны ли ехать сюда вообще, куда у меня медь может уезжать? Подожди, здесь медь не нужна, здесь медь не нужна, и здесь медь не нужна, здесь нужно только серу, которую мы там откуда-то подвозим, ну, либо будем откуда-то еще подвозить. Вот здесь почему у нас такая проблема? Потому что вот эта вот полоса, она сюда не выходит, надо ее, конечно же, вывести, чтобы они не тупили, ну, какое-то количество машинок все равно будет тупить, я не очень понимаю, зачем железо едет вот отсюда, это максимально странно, в принципе, можно вот эту дорогу им обрубить, и они не будут отсюда ехать, да, ну, как вариант, эта дорога мне вообще не нужна по-хорошему, я не знаю, зачем она у меня здесь до сих пор есть, ну, попозже я когда-нибудь ее удалю, ну, а тут нам нужно, наверное, довести дело до конца, ибо иначе они будут тупить, еще и дорога повернулась не в ту сторону, это классика, давайте ее развернем, дадим машинкам немножечко продохнуть, все, сейчас они чуть-чуть потупят и поедут правильно. Что я вам хочу сказать по поводу всего вот этого? Конечно, это нужно все переделывать, никаких исследований мы не можем себе позволить, и я принял решение, что сейчас будет это все выглядеть вот так. Так, да, действительно, мы будем все к чертовой матери сносить, и будем к чертовой матери все перестраивать, потому что это все-таки неправильно, и нужно изменить это сейчас, пока все не дошло до критического момента, когда просто перестанет работать все, что у нас есть. Это будет очень плохо, и это очень нас опечалит, поэтому давайте исправлять. Так, вот это я двигаю вот сюда, вроде от электричества ничего не отключил, а вот это я тоже двигаю вот сюда, да, отключил от электричества, знаю, но уж извините. Что мы будем делать дальше? Мы, наверное, уберем вот этот нахрен столб, я сделаю здесь совершенно другой, например, вот сюда. Так, здесь электричество имеется, мы сюда подвозим что с вами? Давайте посмотрим по ресурсам. Значит, здесь у нас двигатели ругаются, но и хрен на них. Я сейчас не буду париться по этому поводу. Что двигатели хотят? Железные блоки, сталь, и хотят они медной руды. Все вам будет, обещаю, до свидания, но только не в этом месте. В назначенное время в назначенном месте, как говорится, это все нас покидает, это тоже, это тоже. Да и, соответственно, мне нужно сейчас только проверить, что мне необходимо. Значит, нам необходим углерод, нам необходим песок, и здесь нам необходимы нанотрубки, которые вот здесь производятся, и мы уже знаем, что для них надо, плюс песок и плюс микрочип, который приезжает у нас, как вы помните, вот отсюда. А я как раз вот это все отключил. Но вот здесь, конечно, не прав, каюсь, виноват, надо исправлять срочно, причем, потому что, ну, без этого производства мы сейчас загнемся. Ну, бывает такое, я здесь немножко погорячился, разошелся на эмоциях, хотел как лучше, получилось как всегда, но мы эту всю ситуацию поправим. Давайте, наверное, вот это отключим. Я не вижу в этом смысла. Вот это все побреем, потому что я буду перестраивать. Я не хочу переносить ничего, двигать, это забей. Просто я даже не пытался, когда переделал тот район, что-то там переносить. Я просто нахрен снес и просто построил. Вот честно вам скажу, вообще не парясь, ибо это просто нереально. Это еще в 10 тысяч раз больше времени, благо ресурсы какие-то нам возвращают. И здесь мы сейчас будем с вами что-то приделывать. Значит, нам нужно для начала сделать так, чтобы у нас было достаточно для этого всего места. Может быть, может быть, все-таки сделать это где-то здесь и не делать это очень близко. То есть отсюда у нас поедут только микрочипы, а отсюда у нас уже будет идти песок и углерод. Я думаю, вам понятно, о чем я говорю. И мне кажется, перед тем, как я начал бы делать то производство, я бы все-таки доработал это. Каким образом? Здесь буста получить как такового не получится, потому что, ну, либо я буду делать дополнительные вот эти вот штуки где-то, отчего я, конечно, кардинально не хочу делать, либо я просто тупо сделаю вот так, например. Здесь отступаю специально, чтобы еще одно здание поместилось. Здесь, конечно же, ничего не соединяю, чтобы у меня не было каких-то лишних перекрестков и тупо сюда завозили за угол, так сказать, и чувствовали себя отлично. Я надеюсь, что сейчас поместится, да? Скажи, что поместишься. Ну-ка, да, помещаешься. Немножко они здесь начали тупить, не знаю почему. Вроде я ничего не делал, но они что-то встали в пробочку. Надо будет проверить полосы, может быть, опять какой-то косяк. Ну, электричество надо будет тоже посмотреть, потому что хреново знает, что тут вообще происходит. То, что нужно будет таких процессоров много, это просто факт, и я не думаю, что стоит здесь стесняться. Мы будем добавлять еще. Надо только людей чекнуть. Вроде пока что людей хватает. 2,700 на 2,400. У нас даже с запасом это радует. Сейчас посмотрим на производство песка. Если его здесь не хватит, а его может здесь не хватить, может быть, я все-таки вот сюда вторым рядом, а может быть, сейчас сразу сделать. А давай. Я сделаю сюда дополнительное производство песка, чтобы мы точно были уверены, что песка здесь достаточно. Немножечко дорог, конечно же. И производство вот этого песочка нам забустит ситуацию с производством микрочипов. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Сколько будем делать, не знаю, но чем больше сделаем, в принципе, тем больше будет буст. И это тоже нам нужно. Это играет огромное значение в производстве таких сложных штукенций, как вот эти процессоры. Будем потихонечку двигаться. Я прям поставил себе цель, как вы, наверное, уже поняли, сделать все хорошо. Так, чтобы это, как бы, во-первых, работало, а во-вторых, как бы, чтобы, ну, не бесило меня. И здесь, конечно же, меня это немножко бесит, потому что дорога не подсоединилась. Сейчас я вот так вот подтяну. Я надеюсь, что этого будет достаточно, да? Правильно же, этого достаточно. Все, здесь все заработало, электричество здесь есть, песочек пошел, сколько здесь буста получается. Давайте посмотрим. Я хочу нажать вот сюда. Можно мне, пожалуйста? Ну, пока что нисколько, но три мы видим по восемь. Это уже приятно, как минимум. Кстати, я же вам не рассказал вот про вот эту историю. Смотрите, я сделал так, чтобы у меня было много бетона. Каким образом? Я добавил еще немного заводов, и понял, что ситуация с одним складом вот здесь, или даже вот здесь, она ничего не меняет. И я подумал, наверное, нужно просто много складов, чтобы они все не стояли в один. И плюс я им подвел вот такую вот елочку, с помощью чего машинки равномерно распределяются, и мы получаем, точнее, не получаем с вами никаких пробок. Постоянно бетон поступает, он вот здесь не застаивается, здесь ресурсов при этом хватает, и все постоянно производится, и мы с вами имеем огромное количество строительного материала для того, чтобы двигаться дальше, что, как вы понимаете, очень даже классно. Ну, я не буду вам здесь прям подробно рассказывать, что еще я делал. По сути, я добавил какой-то пищи, каких-то парков для того, чтобы дома просто не ломались, и все, больше я не делал ничего. Ну, вот смотрите, видите, что у нас здесь? У нас здесь проблемы с едой выживальщика, и здесь не совсем я понимаю, как лучше поступить. Вообще, здесь надо с проводами разобраться, потому что мне не очень нравится, как это все выглядит. Я бы хотел бы, наверное, как-то подвинуть более адекватно. Хотел бы я вот сюда, да нет, если честно, сюда бы я не хотел. Наверное, все-таки я оставил бы вот так. Здесь бы я бы ушел бы уже куда-то вот туда, например, да. Сейчас я это все переподключу, чтобы мне провод здесь вообще никаким образом не мешал. В принципе, в принципе-то, мы можем вообще вот так вот сделать, да, и вот сюда подцепиться, все там, все счастливы, никто без электричества не сидит. Вот этих ребят мы немножечко сдвинем вместе, чтобы они тоже здесь покомпактнее находились, ибо это я все делал чисто так. Это лишь бы сделать, а сейчас мы уже решили оптимизировать. Вот этот провод мне здесь зачем? Я так понимаю, он мне не нужен, да? Ну-ка давай-ка посмотрим. Ты ничего не соединял у меня, да? Здесь электричество имеется. Ну и вот здесь освободилась куча места. По кислороду вроде никаких проблем нет. Бытовая техника заезжает. Здесь, конечно, немножечко не хватает дороги вот тут, чтобы она еще и вот здесь поворачивала, потому что, видите, здесь у меня кислород, и все-таки небольшая пробка появляется. Конечно, тут мы уже говорим о том, что, наверное, модель города с такими дорогами, она себя исчерпала, но переносить город, это, конечно, уже что-то запредельное. Сколько у нас кислорода? Давайте посмотрим, чтобы точно понимать, что его хватает. 210 на 166, то есть, в принципе, его хватает. Значит, как мы с вами тогда поступим? Мы сейчас отмерим вот здесь с помощью еще одной штуки для кислорода, наверное, еще один ряд. Вот так вот. Соответственно, здесь я просто бахну дорогу, да? Вот таким вот образом, я думаю, вы уже догадались. И немножечко еды выживальщика добавим. Дайте нам, пожалуйста, ферму, если вы не против. Вот прям вот сюда. Давайте сюда, потому что там внизу, да, вы видели, очень далеко в конце города, как бы не очень хорошая ситуация с пищей, так мягко говоря. И я бы не хотел бы, чтобы эти дома испортились. Ну, испортились, это такое себе. Вы поняли, о чем я? Чтобы они стали меньше уровнем. И мы таким образом потеряли работников, потому что нам нужны рабочие руки. Да, мы сейчас их освободили. У меня здесь какой-то коллапс, наверное, из-за того, что некуда девать микросхемы, но вроде машинки разбираются. Давайте-ка посмотрим, что у меня здесь происходит. Ага, здесь нам нужна, наверное, односторонняя дорога. У меня есть такое подозрение. Давайте попробуем это исправить. Мы сейчас вот здесь ее заменим, да, только сразу, конечно, повернем, потому что игра начинает заниматься фигней. И будем разъезжаться кто куда, да. То есть, ну, вот так примерно. Ну, нет, конечно же, здесь надо нажать вот так. Все, здесь теперь односторонняя дорога. Песок весь уезжает в ту сторону. Здесь нам не создает каких-то проблем. Эти машинки разъезжаются в три стороны. Я думаю, тоже они не будут здесь толпиться, и все будет хорошо. Так, ну что, можно начинать тогда. Можно начинать производить что-нибудь под названием... Как они там называются? Нанотрубки и всякая такая вот фигня. Здесь, как мы помним, нужен песок. Здесь, как мы помним, нужен углекислый газ. И нам нужен будет еще вот такой вот домик уже вокруг. Какое количество строить? На самом деле вопрос отличный. Но вот, в принципе, нам нужна вот такая вот площадь. Можно сделать это, попробовать все вот здесь, да. Почему бы нет? Зачем нам это толпить там, если мы отсюда будем все равно забирать какую-то часть ресурса, да. Я предлагаю выбрать вот эту вот позицию. Она просто отлично смотрится. И мы будем действовать по той же самой схеме. Я думаю, что мы возьмем с вами вот такую вот дорогу. Ну, пускай она будет неровна относительно того, что мы там сделали. Это не принципиальный вопрос совсем. И будем здесь начинать с того, что мы воткнем в центр что-нибудь связанное с песком. Ну, например, вот эти вот штуки. В принципе, вариантов-то у нас немного. Начало положено. Будем действовать по той же самой схеме. Дальше у нас пойдут дороги уже пошире, соответственно. Ну, давайте попробуем максимально близко сделать. Пока что сделаем вот так, чтобы у нас там ничего не прилипало в итоге. Ну, вы поняли, о чем я. И вот так. Замечательно. Все, здесь дорогу пускаем по классической схеме. Ну, она, видите, опять криво ложится. Я не буду подтягивать в упор, конечно, но в упор все равно получается. Не хочет она мне помогать, эта гребаная игра. Ну, ладно, я с ней справлюсь так или иначе. И вот здесь мы делаем тоже нахрен самое. Проводим дорогу. Теперь наша задача попробовать расположить здесь вот эти вот углекислые хрени. Ну, вы поняли. Углекислые процессоры, да? Так они называются. Ну, пускай будет углеродный, неважно. Это не принципиально. Максимально близко. И надеяться на то, что заводы нанотрубок получат как бы буст от двух зданий. Если честно, в чем я очень сильно сомневаюсь. Тут даже какое-то электричество дотягивается. Эти штучки начали работать крайние самые. Ну, ладно, пускай там песок копится. Он сейчас сразу уедет на производство. Эта тема-то нормальная и нас устраивает. Поэтому почему бы и нет. Я максимально здесь пока что, видите, чем занимаюсь. Какой-то фигней. Вообще, в принципе, я тут занимаюсь какой-то фигней изначально. Но да ладно. Я надеюсь, что это, по крайней мере, будет работать. Значит, давайте проверим, будет ли действительно получаться у нас буст. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, не беси меня. Спасибо большое. Будет ли у нас получаться здесь что-нибудь по поводу двойного буста? Ну, как я и говорил, есть у меня по поводу этого определенные сомнения. Проверяется это достаточно легко. Мы сейчас с вами возьмем вот такой вот домик. Да, и действительно, ни хрена мы тут буста не получаем, но можем получить вот здесь. Это, на самом деле, тема интересная. Давайте попробуем сделать тогда вот так. Здесь дорога мне, наверное, ни к чему. Я сейчас начну по краям. Да, как-то вот так это все делать. В принципе, заезда как такового не будет, потому что все необходимые ресурсы для этого производства, они будут находиться внутри этого производства. Да, если вы понимаете, о чем я. Ну, единственное, что мы будем сюда подвозить что-то там, процессоры для того, чтобы их добавить просто сюда ко всему этому делу, и все это будет работать. Короче, все. Мне теперь остается только натыкать здание каким-то образом. Нанотрубки нам точно будут нужны. Я надеюсь, что количество процессоров будет хватать необходимого, и все будет работать. И я надеюсь, что я не создам сейчас каким-то образом привоз сюда ресурсов оттуда, откуда мне это не надо. Да, если вы понимаете, о чем я. То есть я говорю про то, что мы можем, например, начать сюда случайно завозить песок с той локации, где мы производим процессоры, и таким образом немножечко все это начнет тормозить и создавать дополнительные пробки. Здесь я все-таки сделаю вот такие промежуточные дороги, а, наверное, тут я сразу же исправлю вот на одностороннюю историю, да. Плохо, что она односторонняя, только трехполосная. Ну, какого хрена, да? Ну, вы поняли, здесь будет заезжать, разъезжаться, и, в общем, все будет окейушки. Ну, и тут нам надо просто дорогу бахнуть для того, чтобы сзади построить... Блин, дорога здесь мост мне строит зачем-то, мне он вообще не нужен. Для того, чтобы построить еще заводов по нанотрубкам, ну, и дальше уже можно будет добавлять заводы микрочипов, да? Или, подожди, нет, не заводы микрочипов, заводы нейронных процессоров нам нужно будет добавлять и уже начать производство. Пока я не уверен в количестве этих всех заводов, но надеюсь, что я не промажу, и нам будет действительно хватать, хватать всего, потому что если не будет хватать, придется добавлять, и это займет много времени. Ну, будем оптимизировать, значит, так или иначе. Тут как ни крути. Ну, погнали. Получаются вот эти вот домики, которые здесь получают тоже буст. Мы будем их ставить по максимуму, плюс они еще сами по себе не очень большие, но есть подозрение, что песка будет не хватать, поэтому будем придумывать, куда добавлять все это дело. Я не помню, сколько у меня там их было, но мне кажется, явно меньше, да? Наверное, те, кто смотрят, могут перемотать и посмотреть, посчитать. Я уверен, что больше, прям существенно больше. Здесь, конечно, по размеру я немножечко не вхожу. Так, здесь я, наверное, тоже бы добавил, потому что здесь неплохой буст, и бы еще перестал бы крутиться так, как не надо, и крутился бы так, как надо. Было бы тоже замечательно, да? Давай, наверное, вот так. Хоть хорошо бы было бы вот здесь добавить, но давайте я пока добавлю вот так. Если что, мы сделаем какой-то там подъезд с другой стороны, для того, чтобы здесь не создавать лишние перекрестки. Здесь и так будет плотно. Ну и, как вы понимаете, в общем, потом уже будем смотреть. Ну, вообще, и вот сюда можно воткнуть. Тогда уже надо разворачивать вот так вот, и получать больше, да, наверное, эффективности. Блин, я вот не знаю, борщить ли сейчас или не борщить. Если честно, мне кажется, что вот эти я зря сюда поставил. Их надо будет ставить вот здесь. А здесь, если что, продлевать. Наверное, это правильное решение. Но если я считаю, что оно правильное, значит, так действительно и нужно сделать. Я не буду тянуть, я сделаю заранее. Ну, единственное, в чем я не уверен, это в том, что мне хватает людей. И мне хватает электричества. Но это вопрос, как вы понимаете, достаточно поправимый. И мы, конечно же, его решим. Я сразу же добавлю еще песка. Песок наше все. Только я, по-моему... Нет, я все правильно делаю. Зачем я сам себя путаю? Все нормально я делаю. Мы сюда с вами приделываем вот эту штуку. Она влезает же. Скажи, что влезает. Ну, как бы я не надеюсь, что влезает, да? Спасибо большое. Я просто сам себя успокаиваю, потому что мне показалось, что все уже. Мы приплыли, так сказать. Но вроде проблема решена. Давайте здесь на том же уровне сделаем. Все. Пока что, мне кажется, хватит. Единственное, что я сразу же добавлю вот эти вот штучки. Нет, ни хрена не вот эти, а вот эти. Вот эти вот штучки вот сюда. И надо сейчас подумать, каким образом подъезжать должны сюда процессоры. Потому что я пока не придумал, но я обязательно это сделаю. Короче, все. Надо вовремя остановиться. Нам нужно сюда срочно электричество в каком-то количестве. И, наверное, здесь два трансформатора будут стоять. Например, один вот здесь или один всего. Слушайте, а походу один всего, если один вот здесь, да? Давайте смотреть. Значит, у нас могут они выезжать вот отсюда, а могут взять, соответственно, вообще отдельное какое-то место для въезда. Сюда больше нам ничего не нужно, да? Потому что все у нас есть, и дорога здесь должна быть односторонняя, чтобы они нахрен не занимались фигней. Давайте мы подведем тогда одностороннее шоссе, наверное, для скорости, да? Чтобы они пошустрее туда заезжали. Мы, конечно, могли бы супермагистрали изучить, но я боюсь включать сейчас какие-то технологии. Для меня это действительно очень страшная история в данный момент, потому что мы морально просто к этому не готовы. Можно здесь что-то подкрутить, и я хотел бы вот на это посмотреть. Да, здесь можно уезжать, в принципе, наверное, вот так. Можно сюда? А почему? А, потому что это двухсторонняя. А зачем мне здесь двухсторонняя? Она мне нахрен не нужна. Ну, соответственно, давайте менять. Да, мы делаем вот так. Все, все едут теперь, конечно же, в другую сторону, вот сюда. И приезжают туда, в одностороннюю, здесь разъезжаются направо и налево. Но осталось только электричество подключить, я так думаю, посмотреть на то, что будет происходить. Где у нас тут ближайшие провода? Ближайшие провода у нас вот здесь. И давайте я отсюда и запитаю. Ну, вот о чем я и говорил. Сюда поехал песок, чего мне вообще не хотелось бы. Но, а как? Я не могу построить какой-то блокпост для того, чтобы сюда не пропускать какой-то ресурс, если вы понимаете, о чем я. И почему-то мне кажется, что нам нужно добавлять еще углерода. Что у меня вообще происходит? А, нам не хватает людей, да? Нам не хватает людей. Можем ли мы себе позволить сейчас этих людей добавить? Здесь как с едой? С едой разобрались, то есть, в принципе, можем себе позволить. Наверное, надо позволять прямо сейчас, потому что, ну, жителям уже развиваться больше некуда, как мы понимаем. И нужно этот вопрос решать. Наверное, я неправильно делаю, что не улучшаю дорогу, а добавляю сразу дома. Это большой косяк с моей стороны. Давайте, наверное, сразу будем про это думать. Не будем, конечно, бахать 20-полосную дорогу здесь, но вот такую я бы расширил. Я тут провел эксперимент. Видите, вот здесь дорогу сделал. В принципе, это реально переделать. Только единственное, что местами, видите, не возникает проблем, да? А местами они будут возникать. Мы же понимаем, как эта игра работает, потому что там я очень плотно все сделал. Вот, вот, например, вот так. И что можно сделать? Можно взять вот этот нахрен дом за шкирку и вот так вот его подвинуть. То есть, по-хорошему, я все это исправлю и сделаю здесь хотя бы двухполосные дороги. Ну и что такое у вас случилось? Вы вдруг не понимаете, что вам делать? Слушайте, ребятки. А, здесь потому что двухстороннее. Ну, в принципе, это логично. Да, это логично. Ну и что, ты встал? Ты можешь ехать. Вот, смотри, да? Вот зачем ты стоишь? Ты можешь же ехать, друг мой любезный. Ну, вот такая вот фигня здесь. Ничего тут не поделаешь. Тупят они периодически. Я думаю, что одупляться рано или поздно. Здесь дорогу мы с вами доделали. Давайте тогда добавим все-таки то, чего мы хотели. Мы хотели немножко жилых домов, потому что работников нам сейчас не совсем хватает. Не, ну вы посмотрите на эту сволочь. Она продолжает тупить. Что мне с тобой сделать? Вот так вот развернуть и отпустить машинки. Ну, куда я еще раз на перекресток посмотрю? Что здесь может быть не так? А, так я не с той полосы делал. Вот так надо было делать. Вот я затупил. Ну, ладно. Немножко машинок побрил. Но ничего страшного. У нас есть там. Уже накопилось, наверное, в очереди. И давайте смотреть, как у нас тут дела обстоят, потому что это важный достаточно момент. Чего нам здесь не хватает? Нам не хватает вот этих нанотрубок, которые должны сюда приехать. Здесь машинки продолжают тупить. Хотя, в принципе, что бы тупить, если можно не тупить, да? Надо вот на эту посмотреть историю. Здесь мы разъезжаемся влево-вправо. Может быть, нам нужно ехать тогда. Давай сделаем на паузу. Сейчас вот так. Вот это вот сюда. Почему я не могу сюда? Давай вот так сделаем. Здесь мы не едем. А почему я не могу сюда повернуть? А, потому что здесь вот так надо. Все, я понял. Вообще, наверное, здесь тоже надо будет сделать односторонний. Да? Ну-ка, давайте-ка попробуем. Я понял, в чем проблема. Я все время забываю, что у меня здесь как бы две полосы. Так, вот ты развернулась правильно. Все, теперь здесь только в разные стороны можно разъехаться. У вас больше никаких нахрен вариантов. Ну и вы, конечно же, здесь наворотили хрен пойми что. Со всех полос вы можете ехать во все стороны. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте. Я думаю, что это нормальная тема. Пожалуйста, вы сюда можете ехать. Вы можете сюда ехать. Наверное, и прямо можно, в принципе, ехать. Но вообще-то незачем. Я не понимаю, что сюда едет? Можете мне объяснить, пожалуйста, сюда поехал какой-то новый ресурс? А какой? Получается углерод, что ли? Да, сюда поехал в баках. А нахрена? Что вам? Вот этого не хватает? Мне бы не хотелось, чтобы лишний ресурс сюда ехал. Но я надеюсь, что это пройдет, так сказать. Да, видите, пока что нанотрубок не хватает. И, походу, надо сразу же добавить, пока мы видим эту проблему. И не тупить. Ибо зачем тупить, если можно не тупить? Давайте попробуем. Вот сюда приделываем еще какое-то количество зданий. Песка вроде достаточно, я вижу. Будем ли приделывать еще? Ну, я не знаю, торопиться ли. Посмотреть, как это будет работать. Наверное, пока оставлю. Лишние перекрестки делать не хочу. Машинки едут. Вроде ничего не стоит на месте. Вроде все двигается. Но, действительно, сюда я начал ехать откуда-то углерод. И я понять не могу, откуда он нахрен едет. Тут, в принципе, это неоткуда приехать этому углероду, да? Он у нас находится весь немножко в другом месте. Либо он вот отсюда едет, да? Это ты у нас кто? Ты у нас углерод, да? Но ты у нас углерод вот для этого всего. Я не могу себе позволить вообще прожать технологии сейчас. Вот это все надо будет сносить, переделывать. И только потом туда что-то завозить. Потому что иначе вот эта вот хрень около города, она застопорит все и все уничтожит. Вот здесь у меня прям проблема. Прям проблема вот здесь и вот здесь. Я боюсь, что вот тут мне придется сильно заморочиться, если я хочу сделать вот таким вот образом. Давайте проверим. Слушайте, видите, местами это все. Местами это все происходит. Но это в любом случае надо делать и проверять, что у меня это работает. Так или иначе, удалять какие-то машинки, к сожалению. Вот здесь двигать какие-то домики тоже, к великому сожалению. Но это все поправимо. Это реально поправить, да? Я надеюсь. Да, видите, он поправляется в итоге. В итоге он поправляется. Но вот какие-то дороги новые должны появляться, если не появятся, вот здесь особенно, где едет еда, где едет важный ресурс, то мы немножечко встанем в пробочку и в итоге умрем, как вы понимаете. Ну не умрем, конечно, но будет неприятно. Выйти из этой ситуации, как мы помним, можно, даже когда мы остановили очень важное производство, но все же хотелось такого бы не допускать. Но какое-то количество дорог было переделано, здесь как минимум стало попроще, я вижу, что вот здесь проблема присутствует, надо ее тоже сразу сделать так, чтобы она исчезла. Вот так вот, например, и все, проблема исчезла, что у нас здесь по поворотам? Здесь налево поворачиваем с одной полосы, не очень правильно, мне кажется. Давайте с двух поворачивать, потому что здесь достаточно мощный поток будет машин, которые едут у нас из-за... откуда? Вот отсюда они едут, они везут компьютеры. Ну а здесь все работает, сюда мы едем, как бы эти районы вроде соединены, посмотрите, вроде ничего не горит, да? Ну вот периодически загорается, наверное, надо немножечко добавлять, там не хватает песка, давайте сразу этот вопрос пресекем. Чтобы его хватало, но только не таким маленьким буром, а вот таким вот большим. Давайте сделаем раз-два, я здесь сделал какой-то перекресток, непонятно зачем, да, с одной стороны. Но с другой стороны вроде он пока никому не мешает. И сразу же я на всякий случай добавлю еще немного углерода, потому что понимаю прекрасно, что производство здесь серьезное. В какой-то момент его может не хватить, вроде у меня все сюда помещается пока что. Хотелось бы верить, что так и будет продолжаться. Ну короче, я рад, что мы вот это с вами перестроили, и это все работает. Сейчас надо будет что-то делать уже, наверное, с производством технологий. Вот это все нужно будет сносить и тоже куда-то переносить. Это достаточно такая серьезная тема, и надо подумать куда. Значит, смотрите, нам нужно с вами еще производить движки, как мы помним. Производятся они не быстро, и нужна для этого сталь. Я вижу, что электричества не хватает, но короче, ладно, это не проблема. Мы здесь просто бахаем вот сюда, и плотненько, неплотненько, без разницы. Просто тупо делаем, чтобы было с запасом. Вижу, немножечко мигает, но не прям, чтобы постоянно. Сейчас я думаю, что это одуплиться. Здесь не хватает нанотрубок, соответственно, нанотрубкам чего-то тоже не хватает. Но я вижу, что вот эти вот здания заполнены, да, и, соответственно, в эти тоже сейчас поедет ресурс. Он появляется, нанотрубки производятся, нанотрубки едут вот сюда, здесь хватает. Ну-ка, а что нам здесь показывают? Давайте посмотрим. 19,3 делаем, а надо 34. То есть, как бы это производство нужно наращивать и наращивать. И нужно здесь для него место освобождать, это мы будем, конечно, делать. Но можно, в принципе, продумать, как бы, да, как вариант, и попробовать все-таки это осуществить. Например, вот так оно пойдет, вот сюда, и здесь будет куча-куча этих зданий. Без этого просто у нас ничего не получится, придется их плодить. Только тогда мы к победе-то, наверное, придем. Так, здесь дорога тоже должна появиться. Давайте я ее нарисую, мы будем знать, что мы сюда пойдем по вот этому вот направлению. И здесь ничего строить не будем. Мне кажется, что производство движков надо строить где-то рядом с чем. Давайте посмотрим еще раз, что нужно для движков. Медь и железные блоки. Железные, вы поняли, не блоки, а вот эта вот хрень. И то есть, соответственно, я могу подключить это все вот отсюда и вот отсюда, как вы понимаете. Но здесь у меня с медью что-то какой-то голяк. А что у нас здесь происходит? Здесь вроде односторонняя дорога, ну и что, вы едете со всех рядов туда, но все равно тупите. Это вот из-за этого, да, из-за этих машинок. Я не очень понимаю, зачем вставать в один ряд. А, потому что вот здесь у вас нету, да, проезда типа нету. Но на самом деле он есть. Он есть действительно. И видите, у меня сюда поехал углерод, который вообще не должен был сюда ехать. И он едет, соответственно, на производство. Что, конечно, немножечко расстраивает. Я предлагаю убрать вот это. Убрать вот это все. Чтобы машины не тупили и занимались тупо своими делами. Ну а мы будем ехать дальше. Короче, давайте просто построим здесь движки. Они такие, ребята, неприхотливые. Я сделаю здесь какую-то дорогу, наверное, одностороннюю. Вот так он, да. И мы будем сюда подвозить ресурс и откуда-нибудь забирать. Да нет, односторонняя это полная шляпа, нет? Или нормально? Да нет, нормально. И потом будем вывозить, соответственно. Я думаю, что нормальная тема. В принципе, у нас там какое-то количество двигателей стояло, которого хватало. Сейчас мы просто немножечко это все дело увеличим. Я не помню, сколько стояло, но я буду делать немало, если честно. Думаю, что это правильное решение, потому что там они производятся долго. А нам они нужны для технологий. Они нам, кстати, еще нужны не только для технологий. Поэтому, наверное, все-таки такое количество, оно будет правильное. Большое я имею в виду. И, наверное, даже еще больше я бы хотел бы сделать. Потому что, если мы будем производить с вами роботов разного вида, то движков понадобится действительно много. Давайте пока поставим на паузу и теперь подумаем, как мы будем подъезжать. Я думаю, что нам нужно подъезжать с вами как? Как лучше-то? Вот отсюда металлическая хрень, вот отсюда медная хрень, да? То есть нам надо тут с вами сделать... Дайте мне дорогу, пожалуйста, если вы не против. Здесь сделать вот такую вот штуку. Я что делаю? А, я просто на поворот нажал. А поворот-то мне не нужен, да? Соответственно, вот так. Хотя зачем? Можно сделать вот отсюда, вот так. Ну, типа того, да? Я сейчас объясню, что я хочу сделать. Здесь повернуть, повернуть по красоте. И вот отсюда у нас пойдет медь. А вот оттуда у нас пойдет сталь. Ну, я не знаю, насколько это сработает. Сейчас будем проверять. То, что машинки поедут здесь, это стопудово. Я надеюсь, что стали нам будет достаточно при производстве движков. Здесь очень успешно у нас уничтожается лишний камушек. Это замечательно. Жалко, что я не могу убрать вот эти все лишние камушки. Было бы тоже классно. Ну, короче, как-то так. И здесь мы подсоединимся просто. Медь у нас поедет вот сюда, например. Ну, я не знаю. Сейчас посмотрим, как это сработает. Здесь, конечно же, произошел какой-то коллапс по непонятным причинам. И он приходить в себя не очень хочет, я так понимаю. Но придется сделать по-другому. Вывод самих движков мы можем прямо по центру вот здесь осуществить. Да, соответственно, это удобно. Мы можем потом куда-то вывезти уже дорогу. Надеюсь, что появится к тому времени супермагистраль. И, может быть, будет чуть попроще. Мы сможем улучшить дороги. Ну, и сами понимаете, это все нам поможет производство забустить. Давайте построим ему трансформатор. Потому что трансформатора ему явно не хватает. Ну, давайте построим его, например, вот здесь. Он отлично покрывает вообще все. И можно вообще не париться в ближайшее время. Проводочек у нас идет вот сюда. Все, по сути, здесь есть все, что необходимо. Давайте теперь смотреть, что из этого получается. А это вообще медь, да? Я же правильно помню. Медная руда. Все верно. Она сейчас начнет двигаться вот сюда. И здесь надо тоже посмотреть на перекресток. А, в принципе, мы могли бы вот так поступить даже. И сюда, и туда. И сюда, и туда в том числе. Нет, давайте сделаем вот так, например, чтобы они поехали пошустрее. Здесь у меня какой-то коллапс. Но вот сейчас поехало железо. И это замечательно. Это значит, что сейчас, я думаю, производство начнется потихонечку. Нам не хватает немного меди. Но медь должна тоже подъехать. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю на вот это производство. Что оно мне скажет? Оно мне говорит, о, нихрена себе тут накопилось даже. Накопилось. Воу-воу-воу, а вот это уже хорошо. Но я уверен, что мы будем его расширять, потому что этого не хватит просто-напросто. И, возможно, тогда не хватит вот этого. Но тут уже надо будет смотреть, потому что пока что непонятно совершенно. Но то, что мы как бы здесь еще можем это все построить, это 100%. Даже с этой стороны еще немножечко приделать возможность имеется. Что нам теперь нужно? Нам нужно, чтобы сюда все-таки доехали все ресурсы. Я так понимаю, что пока еще не доехали. Ну, какого-то пробки здесь нету. Сейчас, конечно, ресурсы разъедутся и будет нормально. Да, вот здесь немножечко тупим. Но это все фигня. Опять же, мы помним, что как только мы строим такой массив, то сразу же начинаются какие-то проблемки. Движки начинают копиться на складе. Надеюсь, что меди нам хватит. Очень надеюсь. Ну, вообще, вот здесь есть медь. И, в принципе, мы могли бы отсюда забирать. И они почему-то очень плотно прям сюда повезли все. Хотя могли бы везти в том числе плотно и туда все. Здесь у меня каких-то нагорожено огородов, что я прям хрен его знает. Наверное, все-таки есть лишние моменты. Ну, например, вот этот вот момент, да, он меня больше не интересует. И можно его как бы отсюда убрать, чтобы не путаться. Сталь мне сюда больше не приезжает, потому что это должно ехать на технологии. Короче, у меня тут небольшие проблемы с городом. Я сейчас ими не буду заниматься. Я займусь ими между сериями. Поправлю, и мы уже вернемся как бы без проблем. Значит, если мы говорим про изучение технологий, давайте вспоминать. У нас есть три вида пакетов. Это требует просто руду и, соответственно, сюда же идет углерод. Сюда мы получаем, должны получить точнее, зеленые микросхемы. Мы должны сюда дать вот это, да, это серо. Я все время путаю нахрен это все. Да, это действительно серо. И получается вот сюда мы должны дать двигатели, нано-процессоры и зеленые штучки. Ну, нужно начинать с того, что мы ставим с вами желтый, по примеру, уже изученному нами. То есть у нас по центру будет некий проспект, который будет являться основным и, возможно, односторонним, я не знаю. Но мы, короче, продумаем этот момент чуть попозже, потому что сейчас я пока вообще ни хрена не понимаю, будет ли это работать. Я очень хотел бы, чтобы у меня заработала исследовательская вся вот эта хрень, ибо если она заработает, то нам будет все-таки проще. Какое количество таких домов я хочу? Я, если честно, не знаю. Сейчас я какое-то набахаю. Мы с вами окружим это все зелеными, дальше мы будем окружать это все синими. Ну и попробуем сюда подвезти какие-то дороги. Ну, вот какой-то такой массив у меня получился. Я не знаю, насколько это будет работать, но нам нужно сюда подвезти все необходимые ресурсы. Железная руда, в принципе, есть рядом. Углекислый газ мы можем тоже где-нибудь с вами производить поблизости. И как мы помним, углекислый газ, по-моему, дает синий буст, да, и это нам поможет немножечко как бы в работе. Давайте проверим. Я точно помню, что что-то такое было, да. Это действительно так. Значит, здесь у нас появляется еще один ряд. И мы обязательно делаем вот таким вот образом, как мы и планировали. Мы просто ряд за рядом добавляем, а если будет необходимость в каком-то определенном цвете, здесь у меня вообще какая-то кривизна пошла, мы, конечно, будем что-то менять. Но пока что я буду делать именно по такой схеме. Возможно, в этой серии мы не запускаем производство технологий, что на самом деле меня немножечко расстраивает. Но, тем не менее, мы достаточно сегодня сделали. Перестройка идет полным ходом, что-то добавляем, что-то строим, и город меняется, да. Мне надо еще будет, блин, вот мне надо будет как-то справиться с этой нахрен игрой, чтобы она меня не бесила со своими дорогами. Видите, что происходит? Вот, например, она вот так вот делает, и мне приходится вот сюда вот так вот брать, здесь вот так вот двигать. Она мне как бы не дает, в общем, бесит. Короче, я не буду с ума сходить, я оставлю пока вот так. Значит, у нас здесь будет поступление всего, так сказать, да, через одну, наверное, дорогу. Вот через эту, которая у нас будет здесь все-таки односторонней, да, потому что смысл ее делать не односторонней. Меня очень бесит, что нету односторонних дорог, но шире. Вот прям максимально, что три полосы, это максимум, что мы можем получить. И здесь как бы я не могу сделать одностороннюю, да, потому что мне либо перекрестки тут бахать, ну, либо я не знаю, потому что какого-то другого варианта я не вижу. Но тогда, получается, давайте сделаем вот так. Здесь прервем всю вот эту штуку, здесь тоже будет односторонняя дорога. Ну, и она просто будет вот так соединять, ну, конечно, конечно, надо приклеиться куда-нибудь не туда, а в одну сторону и в другую сторону, чтобы они могли уже разъезжаться дальше, да, соответственно, отсюда. Я имею в виду желтые пакеты и куда-то там приезжать, куда нам, например, надо. В общем, там уже потом подумаем. Железо мы, не поверите, будем добывать прямо здесь. Я не вижу смысла куда-то ходить далеко. Я надеюсь, что этого месторождения нам хватит. Тем более здесь эти штуки у нас уже большие, они добывают быстро. Ну, хотя здесь не очень много месторождений, ну, не очень оно большое, точнее, по размеру, мы обязательно его подводим какой-то односторонней дорогой, в принципе, можно, да, выводим его пока вот сюда и помним, что у нас здесь выход. Дальше что нам надо? Нам нужны зеленые и серо. Сера, вот вам, пожалуйста, тут как бы далеко ходить не пришлось, потому что она прям под боком, и это очень охренительно удобно. Я предлагаю сразу же какое-то количество добавлять, например, раз, например, два, ну, наверное, я здесь делаю примерно то, что у меня есть уже, да, или что, да, есть уже, я думаю, что я это снес как раз вот на этом месте, но нет. И буду добывать, да, вот он мне говорит только не здесь, потому что здесь нет месторождения, но вот каким-то таким образом. Ну, допустим, что серо мы подвели, здесь необходимый еще синий научный пакет, он у нас здесь есть, и нам необходимо сюда подвозить зеленые схемы. Откуда мы можем их взять? Давайте подумаем, мы можем их подхватить вот отсюда, например, да, как вам такая идея, и все это, в общем, скопи довозить. Может быть, тогда я бы сделал бы, знаете как, я бы бахнул бы здесь шоссе, только наверху, давайте сделаем вот так, подвел бы его вот сюда, в принципе, а зачем мне здесь тогда не шоссе, если здесь может быть шоссе тоже, и вот сюда оно выходит. Замечательно, только здесь опять что-то у меня с проблемой какие-то, с поворотами, не с поворотами, и вот эту вот всю историю, давайте мы, погоди, а я здесь не правил. Правильно сделал, да, здесь надо тогда, нет, подожди, вот это запитано, вот там нет дороги, вот здесь, блин, есть дорога, только слишком высоко. Ну, короче, есть у меня подозрения по поводу правильности того, что я делаю, может быть, тогда я бы даже переделал бы, я бы подвозил бы вот это, поверни-ка нахрен сюда, вот это, прямо вот сюда. Ну, я не знаю, насколько это сработает, нужно будет экспериментировать, в любом случае, экспериментировать будем не сегодня, подвозил бы это с разных сторон, да, потому что тогда бы я бы смог бы избежать ситуации, когда все ресурсы у меня идут через одно место, и таким образом мы с вами не получаем нужного эффекта. А здесь нам нужно еще двигатели завозить и нейронные процессоры, двигатели у нас вот здесь, нейронные процессоры у нас вот здесь, то есть тут мы, в принципе, можем подцепиться и подвозить это все через вот такую вот замечательную дорогу, прямо вот здесь, да, наверное. Давайте так и поступим, здесь мы поднимаемся наверх на два уровня, здесь мы подцепляемся, потом у нас остаются движки, очень кривая дорога, прям супер кривая, давайте мы ее попробуем подвинуть, во, вроде более-менее. Движки у нас поедут, как вы уже, наверное, догадались, как минимум вот здесь, а как максимум будем потом думать, откуда мы еще, точнее, куда мы еще должны эти движки привезти. Все, здесь разобрались, и теперь нам остается подвезти только зеленые микросхемы, откуда мы можем их брать. Мы можем взять отсюда и подвезти на ту же дорогу, откуда мы везем движки, потому что, ну, это нормальная тема, почему бы нет, вот здесь у нас пойдет такая вот штука. Интересно, мы сможем пройти здесь? Да, мы здесь можем пройти, и в итоге, например, вот таким незамысловатым способом прийти вот сюда. Ну, вот такая вот магистраль, как бы, извиняйте, пожалуйста, я здесь стараюсь, делаю все, что могу. Ну-ка, покажите мне вот этот перекресток, ну, пожалуйста, можно в верхний как-то попасть? Можно. Да, мне вот это не нравится, здесь однозначно мы поедем вот сюда. Надо проверить вот этот перекресток, здесь, в принципе, все более-менее, да, получается. И что нам остается? Ну, больше ничего не остается. Остается это все подключить к электричеству и начать уже изучение новых технологий. Я надеюсь, тогда уже подъедет супер магистраль, и мы с вами, соответственно, можем, в принципе, уже начать, наверное, какие-то пакеты закидывать в лабораторию, которая будет пока непонятно где, но мы обязательно это придумаем. Я думаю, что напоследок я бы еще все это дело попытался бы запитать, что было бы просто замечательно, но не очень просто при этом сделать. Можно вот так, наверное, запитать, я все обхвачу. Единственное, что я сюда сейчас подведу электричество. Подвести я его могу, например, вот так, да, или нет, не могу почему-то. Не подводится оно, вот так подводится. Ну, а здесь мы возьмем вот сюда, потому что я здесь не планирую строить каких-то еще рядов. Здесь мы тоже все запитываем. Электричество появляется, электричества категорически не хватает. Мы с вами никак не можем прийти к технологии, которая позволяет нам не париться насчет электричества. Я думаю, что в следующей серии мы уже придем. У меня здесь происходит постоянное перемещение домов в пространстве, но мы этому помогаем. Недостаточной энергии решили, технологию выбирать не хотим. И не хватает жителей, которых мы тоже будем добавлять. Но давайте посмотрим, что у нас происходит. Я пока не вижу, чтобы сюда ломанулось какое-то огромное количество силеных схем. И это меня немножечко расстраивает. Ну-ка покажи мне, что у нас здесь выходит. Да ты можешь и вот здесь ехать. Вот это вот, наверное, мы вот так перекинем. Здесь поехали, здесь едем только прямо, и это правильно. Здесь сосредотачиваемся в разные стороны. Ну, пока что какого-то коллапса я не наблюдаю. Почему-то у меня вот это не работает. Я не очень понимаю, почему. Может быть, я где-то здесь с дорогой промазал. Ты сера? Ну да, ты сера. Ты где-то нужна? Ну да, ты нужна вот здесь. А, так вы уже забили здесь прямо полностью здание, да, серый. Вот оно что. Ну, меня, в принципе, это тоже устраивает. Потихонечку ресурс поступает. Вроде пока коллапсов никаких нету. Посмотрим, что будет действительно тогда, когда мы запустим все производство. Немножечко, наверное, доработаем еще вот эту вот историю. Для того, чтобы здесь не горело никаких значков. И я надеюсь, что в следующей серии мы с вами уже придем к тому, что мы можем себе позволить все-таки изучать новые крутые технологии, которые помогают нам двигаться дальше. Ну, а здесь под этот разговорчик я замечательным образом подключаю еще и металл, чтобы он уже производился и потихонечку разводился по местам. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok